В третьей мегаполисе остро стоит проблема с переполненностью школ. Программа по их строительству в указанных территориях запущена. В этом году в городе за счет бюджетных средств построено 11 зданий школ, четырех из которых введено в эксплуатацию в новом учебном году. В переполненных учениками школах строится дополнительное здание. Когда полностью решится проблема трехсменных школ, расскажет корреспондент. Ответственные за отрасль ознакомили журналистов со строительством дополнительного здания при школе номер 46 в городе Шеймкент. Здание на 300 мест начали строить в июле этого года. Ожидается, что объект задают в эксплуатацию в начале следующего учебного года. Строители рассчитывают до конца года завершить все кровельные работы, если позволят погодные условия. При строительстве мы стараемся использовать продукцию отечественных производителей. Мы гарантируем качественное выполнение строительных работ. Строительство объекта ведется в соответствии с графиком. Рабочей силы и строительных материалов достаточно. В этом году сданы в эксплуатацию 25 школ на 11 тысяч мест. Из них четыре построены за счет государства, 21 – за счет частных инвесторов. В этом новом учебном году проблема аварийных школ решена полностью. Количество трехсменных школ сократилось с 14 до 9. В следующем году в городе будет построено 7 объектов образования. До 2025 года планируют создать в эксплуатацию 101 школу на 86 тысяч мест. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация на строительство 9 школ. 90% работ завершено. Будут выделены соответствующие средства. Планируем в следующем году начать строительство. Местные власти рассматривают вопрос о ликвидации двухсменной учебы в школах и перехода на одну смену. Это необходимо для повышения качества образования, считают ответственные за отрасль. Отметим, в 2023 году в третьем мегаполисе будет начато строительство дворца школьников. Аружан Жиринбаева, Салбек Мансурхан. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова